В эфире телеканал РБК УФА региональный выпуск новостей в студии Максим Окунев. Здравствуйте. В семи регионах России откроют башкирские историко-культурные центры. Финансировать учреждения будут за счет республиканского бюджета. Соответствующее постановление подписал глава Башкортостана Радий Хабиров. Центры создадут также в Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае, Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе, там, где проживают башкиры. Все историко-культурные учреждения станут филиалами Дома дружбы народов Башкортостана. Ежегодно из республиканского бюджета на их содержание будут выделять почти 15,5 миллионов рублей. Финансирование будет расходоваться на, в первую очередь, на зарплату сотрудников этих историко-культурных центров и заложено, финансировано на мероприятия. Мероприятия у нас предварительный уже план есть. Есть мероприятия, естественно, общие для всех историко-культурных центров, есть мероприятия, связанные с спецификами каждого региона. Но общими будут это шежре-байрамы, помощь в проведении этих шежре-байрамов именно в населенных пунктах Башкер, где проживает исторический Башкерин. Курсы по составлению, умению составления родословной в рамках этого. Курсы всевозможные будем мастер-каз проводить по стрельбе из лука, по шитью женских нагрудников. На сегодняшний день в Башкортостане действует 17 историко-культурных центров. Первый был открыт 20 лет назад. Башкортостан занял второе место по количеству выданных ипотечных субсидий многодетным семьям. Благодаря господдержке, которая в России начала действовать в прошлом году, семьи, где есть трое и более детей, могут получить до 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита. По данным оператора госпрограммы компании Дом.РФ, наибольшее количество одобренных заявок пришлось на Московскую область. Здесь более 2000 положительных решений почти на 950 миллионов рублей. В Башкортостане господдержкой воспользовались 1300 семей. Суммарно на погашение ипотечных кредитов выплачено 570 миллионов рублей. Тройку лидеров замкнула Свердловская область около 1200 положительных решений на 517 миллионов рублей. Чуть меньше заявок одобрено многодетным семьям из Хантамансийского автономного округа Тюменской области, Москвы, Татарстана и Пермского края. По данным оператора Дом.РФ, всего после запуска госпрограммы в России было выдано более 30 тысяч ипотечных субсидий на 14 миллиардов рублей. 50 многодетных матерей со всей республики сегодня получили медаль «Материнская слава» из рук первого вице-премьера Башкортостана Андрея Назарова. Торжественная церемония состоялась в колонном зале Минцельхоза. Андрей Назаров отметил, что материнство для каждой женщины – это большая радость, а для региона многодетной мамы – золотой фонд Башкортостана, благодаря которому решается важная демографическая задача. Именно она была заявлена в послании Владимира Путина как приоритетная. Первый вице-премьер также рассказал о новых законодательных инициативах в республике и мерах господдержки многодетным мамам. В целом в республике очень большая работа ведется по созданию инфраструктуры, где наши женщины, наши мамы могли бы чувствовать себя уверенными, что их дети смогут спокойно сначала рождаться в комфортабельных условиях, в современных роддомах, потом спокойно можно пойти в детский сад, потом в школы. Наша задача перевести всех наших учеников в республике в одну смену, для того, чтобы могли спокойно отзаниматься, потом еще какие-то кружки посетить. Для этого сейчас не только комфортные школы устроим, но и сейчас еще вводится бесплатное детское питание. Отмечу, что медаль «Материнская слава» вручают женщинам с пятью и более детьми. В этом году среди награжденных представительницы 13 районов республики и 4 городов. Учителя, врачи, экономисты, работники сельского хозяйства, домохозяйки. Я сегодня так рада, что получила «Материнскую славу» медаль. Ждала я давным-давно, но мечта у меня забылась. Я очень рада. Хочется пожелать, чтобы всегда семьи были большие, потому что большая семья – это весело, круто. Здоровья всем пожелать и спасибо за то, что позвали. В настоящее время в Башкортостане проживают более 50 тысяч многодетных мам. Они воспитывают в общей сложности 160 тысяч детей. К слову, медаль «Материнская слава» учреждена в 1998 году. За это время ее обладательницами стали более 8 тысяч женщин. Компания «Башнефть» раскрыла сегодня итоги 2019 года по МСФО. А чистые активы компании превысили 500 миллиардов рублей. Этот показатель вырос на 11,1% по сравнению с 2018 годом. Несмотря на неблагоприятные макроэкономические факторы, «Башнефть» под управлением «Роснефти» сохранила финансово-экономическую устойчивость. Показатели операционной прибыли и выручки примерно соответствуют предыдущему периоду. Этому во многом способствовали хорошие производственные результаты деятельности в прошлом году. Так компания сумела добиться сохранения добычи в Башкортостане в ключевом регионе своей экономической деятельности на уровне предыдущего периода. Башкирские нефтяники сумели добиться увеличения запасов нефти за счет успешной геологоразведки и внедрения передовых технологий разработки месторождений. Объем первичной переработки вырос на 2,3% и составил 18,7 миллионов тонн. Это при том, что в целом по отрасли данный показатель в 2019 году снизился. Среди значимых событий предыдущего года в компании называют запуск производства собственных катализаторов для нужд нефтепереработки на базе предприятия РНКАД в Стерлитамаке. Также в минувшем году Башнефть приступила к промышленному производству и реализации высокооктанного бензина АИ-100 по собственной технологии. На Уфа нефтехиме начато промышленное производство дорожного битума по новому ГОСТу, что позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики и повысить долговечность дорожного покрытия. А вот на Уфаоргсинтезе разработали шесть новых марок синтетического каучука СОС со специальной добавкой. Новый вид нефтехимической продукции сопоставим с импортными аналогами по своим потребительским свойствам. Успешная работа предприятия позволяет в полной мере реализовать благотворительную программу в регионе, а также выполнять налоговые обязательства и выплачивать дивиденды республике как крупному акционеру нефтяной компании. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова